ну что ж сегодня у нас на рассмотрение с вами вот такая штука это у нас стилус давайте посмотрим поближе итак ребят что же у нас такое кстати он был куплен на вал борис за 98 рублей понятно что это будет просто тыкалка вместо пальца но сейчас мы с вами проверим и на айпаде как это работает и так значит эта штука пришла именно вот в таком виде с вал борис ничем абсолютно не закрытая и теперь нам надо посмотреть как же нам ее открыть очень можно конечно и так открыть я собственно говоря испытываю некие проблемы еще секунду да все же очевидно с другой стороны просто открыть и так ребят вот так вот он поставляется и здесь еще одна целлофанка что интересно ребят что данный стилус невозможно вернуть сразу после того как вы его забрали непосредственно с пункта выдачи вал борис в этом стилусе как я полагаю должна быть ручка или нет в общем здесь по идее какая-то ручка но она вот что-то не знаю как она откручивается но она честно говоря не откручивается не как она прокручивается но почему-то я прикладываю силу и ничего с ней сделать вообще не могу очень странно но не ради ручки я брал а ради вот этой штуке на самом деле которая здесь выглядит вот вот таким образом давайте посмотрим ой я нажимаю это как будто знаете как будто для клизмы делать такую штучку вот тоже самое примерно то есть она просто резиночка внутри пустое место давайте посмотрим как она работает значит насколько я понимаю если мы вот этой штукой сюда тыкнем то что-то сделается ну-ка смотрите работает а если мы дважды тыкнем до работает напоминаю это у нас ipad какой-то ipad и в принципе очень очень приятно я просто это мой первый стилус я не знаю что ну как это как им пользоваться но в общем собственно говоря все очень даже качественно работает и давайте еще посмотрим на рисование как это будет выглядеть ну что берем на простой программе на одной из простых программ смотрим тыкаем сюда подбираем так что это не знаю а ну вот нажали и поехали рисование просто проводим тоненькие шрифты работают смысле не шрифты а полосочки работают в принципе без пропусков вот я пишу привет допустим давайте напишу ну да но я не не чувствую что она пропускает еще раз вот что у нас получилось то есть он дважды написал привет точно также можно нам что сделать точно также нам можно тыкать по разным видите выходят здесь какие-то штуки вот так вот то есть очень принципе нормально более или менее работает менять цветовую гамму насыщенность и здесь допустим вот так и зелененьким сейчас видите все зависит шрифт толщина я имею ввиду зависит конкретно от ширины нашей кисточки ну то есть я так полагаю что можно сделать еще шире наверное вот это самый большой и вот даже вот так вот так вот можно делать из для рисования тоже очень неплохо ребят ну что можно сказать я в принципе рекомендую эту штуку кто хочет попробовать себя именно для рисования кто хочет посмотреть подойдет вообще вам эта штука или нет или кто пользуется пальцами как-то не под не по назначению кого-то коряво получается тому рекомендую вот это вот железочка вроде не мешает сильно но опять же если мы сейчас возьмем и уменьшим ширину и попробуем здесь написать боком но я не чувствую как будто она царапается это металлическая железочка и не чувствую как будто на царапается по стеклу поэтому ребят моя рекомендация конечно можно покупать но вал борис мог бы и в коробочку в какую-то ее засунуть для того чтобы она реально не сломалась на этом все спасибо что были удачи всем пока в коробочку в коробочку в коробочку в коробочке 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 в коробоч